Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Пинхас». И эта глава повествует о разных интересных событиях. Мы в четверг собирались, размышляли на тем, о чем говорит эта глава. Было очень много интересных тем, интересных соображений. Значит, вкратце содержание этой главы. Мы знаем, что в этой главе мы видим завершение истории с Пинхасом, в результате чего Бог дарует Пинхасу священство. Кстати, вопрос, если он уже был из семьи священника, какое еще священство ему было даровано? Священство мира. Что это такое, имеет смысл поразмышлять. Дальше идет перечисление, точнее, пересчет колен, пересчет населения, так сказать, очередная перепись по повелению Господа. И это перепись перед разделением земли, перед вхождением в землю. И тоже вот на обсуждении нам задавался такой вопрос. Собственно, это ж так нудно перечитывать. Вот эти имена, эти количества, зачем? Вы знаете, есть интересные наблюдения, когда мы сравниваем это с переписью, которая была проведена после выхода из Египта. Какое колено получило прирост и за что? Какое колено получило убыток и за что? И можно увидеть некоторые предыдущие истории в Таре совершенно в ином свете. То есть, ну, это так вам, тема для размышления тоже. Значит, далее история с дочерьми Целовхада на деле земли. Дальше идет список приношений в различные праздники. Ну, вот, собственно, общее краткое содержание главы. И о чем я хотел бы сегодня поговорить. Я когда читал, первое, что вот на что Господь обратил мое внимание на такую интересную мысль. Вот мы знаем, что землю разделили между коленами, да? Двенадцать колен получили по наделу. Одно колено, колено левее надело, не получило. И я себе подумал, вот если бы я жил в то время, ну, мы знаем, что небольшие земельные наделы как бы получили и левиты, да? То есть, там вот города-убежища, прилежащие там на две тысячи локтей территории, они принадлежали, собственно, левитам. И вот, чтобы было понятно, о чем идет речь, это вот, скажем, вот сейчас я бы, например, получил каких-то там три сотки, а, к примеру, кто-то из братьев из общины получил там несколько сот гектаров земли и возможность возделывать и получать с этого прибыль. Я сижу и считаю, а кто получил больше? Ну, нам свойственно, да? Значит, и я понимаю, что это где-то вот как бы вот этот ход мысли, он не просто так появился у меня, потому что, ну, я знаю многих братьев, я знаю многих неверующих, которые живут намного богаче меня, которые могут себе позволить намного больше меня. И знаете, вот мы тоже вчера общались на радио, и там такая фраза прозвучала, что вот когда приходит какой-то финансовый кризис, да, для кого-то это значит, что я сейчас буду есть хлеб без масла, а для кого-то я поеду в Египет или в Турцию, ну, не на 20 дней, а на 15. Ну, на каждом человеке кризис сказывается по-разному и проявляется это по-разному, да. То есть это говорит о том, что каждый из нас имеет свой определенный уровень материального достатка. И если мы посмотрим с этой стороны, то левиты вроде бы как оказались в не очень выгодном свете. И вот я подумал, что, ну, как бы, ну, одна утешающая мысль, я чем-то похож по жизни на этих левитов. Ну, не похож на тех, кто получил много, но хоть на левитов похож, и то хорошо. Но Бог меня дальше повел в этих размышлениях. Ведь в этой недельной главе говорится тоже о земельных наделах, но это было связано уже с дочерьми Цилавхада. То есть это был израильтянин, который, собственно говоря, должен был получить земельный надел, как и все благополучные евреи. Но поскольку он умер, и мы знаем, что он умер за свой грех, а сына у него не было, оказывается, в соответствии с тем законом, который Всевышний дал Израилю, они не получали земельного надела и дочери. Знаете, это может выглядеть, как вот некое такое проявление, вот какое-то, ну, не совсем хуцпа. В наше время это феминизм такой, когда женщина встает и говорит, я хочу равных прав. Я помню однажды один мой знакомый еврей рассказывал, что будучи студентами, они в Питере, ну, тогда еще это Ленинград был, тоже студентки с его курса, когда их послали чистить снег, а в Ленинграде снег – это ой-ой-ой, и ледяные такие наросты – это тоже ой-ой-ой. И вот студентки и девушки там вели активные диспуты по поводу равных прав. Он подходит, дает лом, дает лопату, говорит, хочешь равных прав, пошли с нами. Ну, ладно. Значит, похоже на проявление феминизма, но если мы посмотрим на мотивацию, их цель была не столько в том, чтобы таки получить эту землю, а в том, чтобы сохранить имя, потому что они пришли и говорят, неужели имя нашего отца не сохранится в Израиле? Это очень интересный момент. Если мы посмотрим, как переводятся имена этих дочерей, это Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. Значит, их имена, соответственно, переводятся, вот Махла – это танец, Ноа – движение, Хогла – кружение, Милка – ходьба, Тирца – бег. То есть имена дочерей Целовхада – это какое-то особенное движение. В общем совокупности мы можем сказать, что дочери, они составляют некий танец, состоящий из различных движений. И как бы образно я увидел такую интересную идею. Вот закон, который дает Всевышний, это нечто непререкаемое, это что-то фундаментальное и стационарное, что не подлежит каким-то обсуждениям и изменениям. И когда мы слышим, «Так сказал Господь», мы говорим, «Все, я не спорю». Но, знаете, вот такое восприятие закона, оно все-таки несколько ущербно. Почему? Потому что завет без отношений, без динамики, без движения, без танцев – это уже не завет. Отношений нет. Есть просто, ну как бы, есть отношения, но это отношения господин раб. Господин сказал, раб сделал. Но мы знаем, что Бог призывает нас, как своих сынов и дочерей. И эти дочери, они не побоялись прийти и сказать, собственно, в лице Маше самому Всевышнему, «А мы не согласны». И не согласны мы, потому что мы не хотим, чтобы имя нашего Отца было стерто из Израиля. Это очень интересный момент. И интересно, что Всевышний делает дополнение к этому закону, поправочку, и в результате появляется очень идея, которая на самом деле, она не популярна в нашем современном обществе, в обществе того времени. Это вот, ну, мы знаем, что наследник – это всегда, в первую очередь, сын. Сын и никаких вариантов. Собственно, изначальная постановка вопроса, она именно так и звучала, что только сын может наследовать землю. Но Всевышний пересматривает, точнее, я думаю, он знал, как будут развиваться события, он ожидал этой реакции для того, чтобы показать, что в наследии может участвовать не только сын, но и дочь. То есть дочь является со-наследницей. И об этом, кстати, говорит Новый Завет, предупреждая мужей, чтобы относились трепетно к своим женам, потому что они со-наследницы. Эта идея, на самом деле, не очень популярна даже в христианском обществе, где говорят, а кто такая женщина? Сиди, расти детей, воспитывай их, занимайся хозяйством. Мы видим, что Бог на это смотрит несколько иначе. То есть, ну, нужно понимать, что должны быть рамки, должны быть границы, но Бог показывает, что мужчины и женщины, они перед Богом равны. И это очень интересно. Значит, и, собственно, к чему все это? Я, когда сравнивал себя с левитами и понимал, что не все у меня в жизни материально так хорошо, как хотелось бы, ну, чтобы оно было, да, но вот было утешение, что все-таки левиты, они как бы избраны для особой миссии, для особой участи в Израиле. И мне вспомнились определенные места Писания. Потому что, видите, тут как-то так оно интересно перехлестнулось. Во-первых, ну, скажем так честно, я как мужчина, мне бы хотелось, чтобы у меня был сын, которому можно было бы что-то передать наследство. Это нормальное желание. И, собственно говоря, Авраам об этом тоже несколько был опечален. Это вот Бытие, 15 глава, с 1 по 3 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Кстати, вот тут вот если переводить, убрать запятые и посмотреть на текст оригинала, то это можно было бы сказать немножко даже по-другому. Не бойся, Авраам, я твой щит и весьма великая награда. Значит, Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». То есть мужчине свойственно думать так. «У меня нет сына, и поэтому как-то так, но мое будущее, оно на мне закончится». Собственно, дочери Целовхада показали совершенно другую перспективу и показали Божий взгляд на это. У меня же дочь есть. Значит, собственно говоря, не все-таки печально, не все потеряно. То есть есть кому передавать наследие. А наследие какое, если я, ну, типа, похож на левитов, и у меня не так много, что передать. Так вот, интересно, в этом же стихе сказано, «Я твоя весьма великая награда». Дальше мы знаем числа 18 глава 20 стих. «И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых». И второзаконие 10, 8, 9. «В то время отделил Господь колено Левиена, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями Его. Сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог твой». И числа 26, 62. «И было исчислено 23 тысячи всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых». Но интересный момент, когда говорится, что нет удела среди других, то есть ты не будешь иметь столько, сколько они, потому что я твой удел. И знаете, мне тут вспоминается одна интересная притча иудейская, что один молодой юноша, будучи сыном очень богатого человека, он так увлекся изучением Торы, что когда его отец позвал в дальнее путешествие по торговым делам, тот говорит, «Папа, позволь мне остаться в Иерусалиме, я хочу изучать Тору». Тот, «Ну, хорошо». Благословил, оставил, сам уехал. В этой поездке отец заболел, и он понимал, что он обратно уже не сможет вернуться, а все его состояние с ним. Что же делать? Как передать это сыну? Он понятия не имел. И что он делает? Он призывает своего верного управителя и говорит, «Я хочу назначить тебя наследником всего, но вступишь в права только тогда, когда исполнишь мою последнюю волю». Какую, мой господин? Он говорит, «Я должен вернуться в Иерусалим и предложить моему сыну из моего наследия выбрать одну, одно единственное, чего он пожелает, и тогда ты станешь наследником всего». Ну, тот такой довольный. Хорошо, отлично. Значит, отправляется он, естественно, после смерти хозяина, в Иерусалим, приезжает, сообщает печальную новость, ну и несколько радостную. «Ты можешь взять одно из того, чем владел твой отец». Опечалился этот юноша, пришел в синагогу, Рэбе видит, он грустный такой, спрашивает, «Что такое?» Он говорит, «Да вот такая вот история рассказывается». Рэбе ему говорит, «Послушай, твой отец был очень мудрым человеком. Завтра будет судебное заседание по поводу того, кого ввести в право наследия. Выбери этого раба. Имущество раба ему, и имущество господина». То есть, выбрав раба, он наследовал все. И параллельно мне вспоминается еще история о расточительном сыне, или, как его обычно называют, блудным. Значит, там проскакивает тоже одна очень интересная идея. Мы по своему плотскому уму хотим иметь какую-то свою часть. И смотрите, младший сын говорит, «Дай мне мою часть». Старший сын обижается на папушу, тот даже козленочка не дал. Но помните, в диалоге со старшим сыном он говорит, «Сын мой, разве ты не знал, что все мое, твое?» Отец отдал нам своего сына, который уподобился рабом. И Ишуа говорит, «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить вам». Он уподобился рабу, которого отец подарил нам. И Писание говорит, «Если он нам сына подарил, неужели не даст всего остального?» Понимаете? И поэтому у нас есть наследие, есть будущность, есть надежда в нашем Господе.